Она поплыла со своим мезобразным сынком к листу, где сидела деймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальню невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала, вот мой сынок, твой будущий муж, вы славно живете с ним, у нас в тени. Куакс, куакс, брики, кекс, только и мог сказать сынок. Она взяла хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листке и горько-горько плакала. Ей бы все не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые правили под водой вечно, видели жабу сына и слушали, что они говорили, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить в старой жабе и в тени. Не бывает же этого. Рыбки столпились внизу в стебе, на котором держал...